Привет, дорогие друзья! Снова я с вами на природе. И как уж меня развязалась эта тема, коммуникация с нашими земляками здесь, за границей, не могу вам не рассказать то, что со мной происходило в течение двух лет и как я от этого избавилась. И я это рассказываю вам для того, чтобы вы тоже смогли не повторить мою ошибку, для того чтобы они испортили себе свою жизнь и для того чтобы были осторожнее. И даже вот смотрите, несмотря на то, что я все-таки медицинский работник и зная психологию людей, тем более на курсах, проходившие психологию людей, я все равно вляпалась. А вляпалась я так. Значит, я иногда приносила в лабораторию кровь на анализы из отделения. И вот однажды я принесла туда кровь. По моему произношению это все равно всегда можно узнать, что я не чешка и какой я народности. И, значит, вот эта вот, значит, работница этой лаборатории говорит мне, ты что, русская, что ли? Ну, говорю, да. Она говорит, я тоже. Ну и на этом вроде как все. Потом, значит, я однажды ехала в Прагу на автобусе и смотрю, кто-то, дождь шел, смотрю, кто-то заходит в капюшоне. И она меня увидела и садится ровно ко мне. О, привет! Ну, что ты, куда едешь, а чего и как? Ну и пока дорога-то длинная, минут 30-40, она меня, значит, по дороге спрашивает. У тебя есть этот какой-нибудь мужик? Я говорю, я замужем. А кто у тебя, русский или чех? Я говорю, у меня чех. Она говорит, ой, чех это на говно. Надо русского. Вот у меня русский будет. Говорю, ну, это дело каждого. Значит, ехали, ехали. Потом, значит, на этом все и закончилось как будто. Ну, она рассказывала о себе, как она то-то-то-то. И потом, значит, вроде как уже поближе познакомились. Потом, значит, через некоторое время я пришла в лабораторию снова по делам, а она мне говорит, ты знаешь, вот мы ищем квартиру, мы ищем квартиру, мы хотим купить квартиру. И не знаешь ли ты какие-нибудь свободные квартиры где-нибудь, где продаются? Я говорю, я не знаю. Говорю, ну, можете посмотреть в гугл. Ну, а ты где живешь? Я говорю, ну, я там-то живу. Ну, квартиру хочешь посмотреть? Да, давай, я приду, посмотрю твою квартиру. Ну, она, значит, пришла, она восхищалась. Вот, извините, вот, рум-тур, вот, не могу вам сделать, дорогие. Муж не хочет, чтобы весь белый свет видел. Ну, хотя я, в принципе, не знаю почему. Ну, может, со временем, со временем, может быть, когда-нибудь. Вот. Ну, она посмотрела, мы только что туда заселились. Это была еще полупустая квартира еще. Ой, как хорошо, хорошо. И, видимо, она вот в наших вот этих двух домах начала искать себе квартиру по интернету. И она себе нашла, и нашла, и говорит, пойдем, говорит, посмотрим вместе, а то я боюсь одна, посмотришь, какую я квартиру себе нашла. Ну, я с ней сходила. Ну, и в конце концов, значит, пока она искала квартиру, я узнала, что она живет в малосемейке. Это тоже недалеко. Там, в общем, у нее одна комнатка была, малюсенькая кухонька, коридорчик. В общем, получила она от города эту квартирку. И, получается, потом она мне, значит, рассказывает, что она теперь замуж будет выходить. Она ко мне пришла, она же уже знает, где я живу. Она ко мне пришла и говорит, что она будет замуж выходить, и что он приедет, он. И что она нас просит пойти свидетелями. Меня и Ярослава. Ну, ладно, пойдем, пошли свидетелями. А причем еще до этого она мне позвонила и говорит, она знала, что я шью, и говорит, слушай. Она всегда начинала с того, слушай, ну, мы ведь русские. А ты, говорит, можешь мне сшить платье, ну, костюм на свадьбу и для девочки заодно? Ну, я говорю, могу. Ну, я и сшила платье, мы вместе материал искали там в Праге. Все, ничего не скажу. Она мне хорошо заплатила. Я даже слова здесь не скажу, ничего плохого. Потом, значит, на свадьбе свидетелями побывали, все. А перед свадьбой она нас, значит, как? Мы потом, после регистрации, мы поедем в ресторан в Праге. Мы, я знаю, один ресторан из Казахстана или из Успекистана. Там национальная еда, вот. А я говорю, ну, как хочешь, мы, в принципе, нам все равно, мам ничего не надо. Так мы приготовились свидетелями на свадьбу. Ярослав взял свою машину, помыл ее. Даже для девочки веночек подготовил на голову, на причесочку. Значит, мы побыли свидетелями, расписались, а они так и выходят и говорят, ой, вы знаете, что-то у нас настроения нет. Мы ни в какой ресторан не поедем. Говорят, ну, не надо, мы этого и не хотели. И вот это было первым сигналом нашего разочарования. И Ярослав говорит, господи, да я разве от них хотел этого ресторана? Да зачем? Говорят, они же так сделали. Мы же вообще ничего такого не хотим. Мы могли бы зайти в господку только выпить по одному кафе и пошли домой, поболтали и все. Ну, говорю, не знаю. В общем, это было первым звонком. Потом, значит, он купил квартиру, половину. У него хватило денег только на половину квартиру, причем они нашли в нашем доме. И вот и началось, значит. Без конца мне каждый вечер звонит, пожалуйста, приди, а то я сейчас умру. Я приду, она начинает мне истерить, нет денег. Я говорю, ну, его на работу надо устроить. Она говорит, ну, нет, как же, он же бывший этот инженер, он изобретатель. Я говорю, а ты диплом-то его смотрела? Ну, нет, но он же изобретатель, он бывший генеральный директор. Я говорю, ну, а что делать? Ну, ладно, уйду домой. Сама думаю, зачем она меня в свои проблемы еще затягивает? Потом снова опять припрет ко мне, да, плачет, прямо истерика. Я говорю, что случилось? У нас денег нет, он работать не хочет. Я говорю, ну, давай устроим его на работу. Нет, он не может работать, кем попало. Он только генеральным директором может где-то работать. И, представляете, она от меня уходит счастливая, я ее сижу целый вечер утешаю, она от меня уходит счастливая, а я потом ночь не сплю. Потом началось то, что она меня начала искать на работе, да, без конца звонит сестрам, где Наталья, да, меня ищут сестры везде. И зачем ищут? Я спрашиваю, чего нужно тебе? Она, например, скажет, как мать Вишневского по-чешски. Ну, я говорю, Вишняк. Ну, хорошо, хорошо. Потом ко мне подошла одна коллега и говорит, слушай, она тебя когда ищет? Она говорит, ой, ну это та, та Наталья, это та русская. Она, конечно, очень плохо говорит на чешском, но она очень хорошая. Понимаете, мне вот такие факты рассказывает другая коллега, такую гадость. Потом, значит, да, еще я вам забыла сказать, что они когда переселялись в новую квартиру, мы с Ярославом им помогали, вещи перевозили на новой машине Ярослава. Он даже не пожалел, что ее могут испортить. Мы им вещи перевозили. Потом, значит, она каждый день почти мне звонит, что все плохо, что он не хочет работать, что денег нет. И что она его нашла по интернету, и что он, оказывается, еще и горбатый. Я говорю, блин, ну надо было его попросить, чтобы он в профиль повернулся, если ты ищешь мужа по интернету. Ну, в общем, девчонки, она в процессе всего этого, всей жизнедеятельности нашей в течение двух лет, конечно, она мне за свадебный костюм заплатила один раз, но потом началось. Она мне целыми охапками начала чуть ли не каждый день приносить какие-то шмотки, то и укоротить, то и дырку зашить, то и расширить, то и заузить. И в подарок мне принесет еще какое-нибудь старое барахло. Я говорю, мне не надо никакое барахло, у меня своего барахла достаточно, у меня полный шифонер, ведь я сама же шью. Ну, в общем, в конце концов я уже поняла, что они начали уже деньги просить у каких-то таких других знакомых, которые живут в России. И те тоже уже им перестали присылать деньги, начали отказывать. Он, значит, с началом моего Ярослава говорит, да я такой, я сейчас здесь открою бизнес, да ты, Ярослав, да хочешь, я тебя к себе на работу возьму. А Ярослав говорит, не, не, мне не надо, я, говорит, у меня работа своя есть, я не могу бизнесом заниматься. И придет, мы их, значит, когда, ну, они нас тоже, конечно, приглашали, все только спрашивает. Ты хочешь манты, манты, небо, небо пельмени? Ну, я говорю, ну, пельмени умею сама, манты хотела бы. К ней приду, она пельмени налепит, думаю, а зачем тогда спрашивала про манты? Вот это такое мне какое-то было непонятное. И, в общем, в конце концов они меня добили тем, что, значит, звонят мне на работу. Нам очень нужны деньги, мы тебя сейчас встретим, прям с работы, когда пойдешь по дороге. Я говорю, не надо меня встречать, я к вам зайду. И вы знаете, вот я пока шла, да, вот я еще тогда работала в Бенишове, и вот я по дороге пока шла, да. Вы знаете, как оказывается, помогает человеку, перед тем, как кому-то что-то ответить, дать себе время на размышления, сама с собой подискутировать. Я и шла, и думала, и думала, и думала, и переваривала. И пока я дошла до их квартиры, я уже дозрела. Значит, я к ним захожу, они вдвоем сидят, а я говорю, слушайте, дорогие мои, вы знаете от таких людей, как вы, подальше держаться над нормальным людям? А вы знаете, а идите-ка вы со своими проблемами к чертовой бабушке? А я говорю, а ты, говорю, постоянно, что он тебя обижает, да, а ты, ну-ка, покажи, блин, ну-ка, говорю, ты, покажи свои дипломы, ты, инженер-разобретатель, генеральный директор, ну-ка, говорю, свои дипломы, быстренько покажи, говорю, что он какой-то московский фронзенский институт заканчивал. Я говорю, вот у меня есть, говорю, диплом фельдшера санитарного, у меня вот есть сертификат санитарки, у меня есть диплом моделирования и конструирования, одежды у меня есть с курса. Я могу показать, вот прям хоть сейчас, а ты покажи, как пулей вылетел из комнаты, все. Я говорю, ты что, говорю, уши-то развесила, говорю, гони его, а говорю, меня, говорю, больше не трогайте, пошли вы знаете куда. И все, я хлопнула дверями и ушла. Потом, значит, на следующий день иду на работе, смотрю, они оба идут. И меня, значит, по дороге остановили и говорят, ну, ты это надо, не обижайся, ну, это, я говорю, слушайте, оставьте меня в покое, вообще, оставьте меня в покое, я говорю, ничего общего с вами не хочу иметь вообще, говорю, вы мне надоели. Вот он, ты знаешь, он на тебя не обижается, я говорю, конечно, он на меня не обижается, потому что у него нет ни стыда, ни совести. Он побежал сразу в кусты, этот ее мужик. Я говорю, ну, все. Она говорит, ох, и сильная же ты. А я говорю, а ты сама-то хотела бы иметь такую же подружку, как ты сама? Хм, молчит. Я говорю, все, оставьте меня в покое. И представьте себе, значит, они, мужик у нее куда-то исчез вообще, я его уже не вижу, года три, наверное, а девчонка ее, девочка, дочка выросла такая уже, ого-го, ну, знаете, она со мной не здоровается. А я говорю, ты что со мной не здороваешься-то, а? Мало я вам доброго сделала? Меня мама не разрешает. А я говорю, а что, у тебя своих мозгов нету? Вот такие друзья бывают случаи. Но вообще они, ее происхождение в Чехии было такое, предыстория, как бы, что она была замужем за одним мужчиной, чехом, у которого родители, вернее, он был намешанный уже, наверное, с казахами или с узбеками. Он, у него родители были чехи, и это были чешские легионеры. Вот, так что чешские легионеры здесь тоже бывают, встречаются в Чехии, не только русские немцы в Германии. И вот они переселяются из Казахстана или откуда там, не знаю, из Казахстана, скорее всего, целыми семьями и целыми деревнями, деревнями, и устраиваются здесь. Чехи им помогают, они тут же получают гражданство. Так что вот такие бывают истории, дорогие друзья. Все это я вам рассказываю для того, чтобы вы тоже так же не вляпались, как я, потому что после того, как я с ней порвала, вы знаете, я сама чуть инфаркт не получила. Я две ночи нормально не спала, но, знаете, избавилась. Вот желаю вам всем, да, дорогие друзья, вот если вы чувствуете, да, что вот кто-то вам мешает жить или кто-то начинает вами манипулировать, не бойтесь прямо, рвите как собаку, прекращайте все, все это переболит. Две ночи, конечно, не поспите, но зато просто послали и все. Так что на этом, друзья мои, до свидания, я заканчиваю, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok